добрый день я приветствую всех кто заглянул на мой канал и сегодня я хотела поговорить о чаем и кофе которые закончились у меня за последние наверное месяцев 5 итак пожалуй мы начнем с кофе в первый кофе который я хотела показать точнее пачку это кофе от марки итальянской марки сагафредо сагафредо и так это у меня была пачка килограммовая так сагафредо селекционный крема килограмм 1000 грамм и так сагафредо это итальянская марка кофе достаточно который имеет достаточно долгую историю наверное вообще сагафредо считается достаточно хорошей маркой кофе практически на уровне лавация наверное вот конечно он занимает чуть ниже места нежели например или вот но в принципе где-то кое-кто в италии в принципе ее сравнивают с лавацией и также касательно вот именно этого кофе значит посмотреть все прежде всего здесь у нас была смесь до кофейная я могу сказать что это не первый кофе от марки сагафредо которые я пила и вообще марка сагафредо мне нравится нравится это достаточно хороший сбалансированный кофе который имеет мягкий вкус достаточно округлый обтекаемый такой не знаете не пережаренный не горький так как я люблю вот поэтому я могу смело рекомендовать этот кофе всем тем кто хочет купить хороший кофе по нормальной цене вот хороший кофе следующий кофе который я хочу показать это тоже килограммовая пачка кофе была у меня и так покупалась в германии вот здесь вы видите эдако этот кофе производится для эдаким good und günstig кафе крема стопроцентная арабика кафе крема значит что это кофе достаточно мягкий на вкус не резкий не горький не тот который предназначен например для эспрессо так ну и килограмм да я уже сказала вот несмотря на то что эдако достаточно дорогой магазин в германии все-таки вот этот кофе показался мне чуть менее интересным нежели тот же сега фредо все-таки немецкая обжаркой немецкий кофе они достаточно отличаются от итальянской обжарки итальянского кофе поэтому вот в этом кофе мне все-таки несколько не хватало вот этой итальянской мягкости а вот какой-то вот плотности и сливочности одновременно вот то есть где этот кофе был несколько более резким поэтому я бы его не повторила я бы его не повторил и в третий кофе который я вам покажу я уже говорила и показывала когда рассказывал о своих запасах это кофе от швейцарской марки chicodoro это была небольшая пачечка 250 грамм здесь все отсвечивает так что еще ну в принципе здесь больше я наверно ничего не могу сказать по поводу именно этой пачки а вот из всех кофе chicodoro мне нравится больше всего он самый красивый он самый насыщенный и мягкий он самый интересный по вкусу самый богатый самый и одновременно самый мягкий вот достаточно густой насыщенный красивый но не выпирающий не резкий не обжигающий то есть вот в принципе chicodoro из всех вот этих трех марок я считаю самым красивым и самым интересным ну давайте перейдем теперь к чаю у меня здесь не так много вообще-то все там я было гораздо больше просто что-то я выкинула меня пара пачку меня осталось на работе и так давайте начнем пример с этого значит закончился у меня чай черный мал марки hilltop это был какой-то подарочный пакетик он сколько здесь было грамм по ум 100 грамм здесь было черный чай честно говоря вот ну вообще ничего особенного очень средний чай очень-очень средний может быть даже ниже чем средний так себе вот ну вот откровенно так себе чай не насыщенности не особого вкуса ну ерунда честно говоря полная дальше закончился у меня вот такой вот зеленый чай зеленый чай китайский чай и жасмин это я покупала в германии больше здесь опознавательных знаков нету здесь принципе есть вот у насыпается такие опознавательные знаки вот уберу потом итак вот этот зеленый чай с жасмином теодор теодор масс теодор масс очень красивый чай между прочим вот этот чай я вообще люблю зеленый чай с жасмином вот этот чай был действительно очень качественным он до приобретал такой нежный цвет при при заварке он был достаточно красивым и я очень люблю резкие чаи и вот резкий вкус чая и кофе могу сказать что вот этот вот чай он был достаточно гармоничным и достаточно сбалансированным то есть раскрывался он очень красиво достаточно мягко интересно жасмина здесь было достаточно вот то есть этот чай я могу похвалить и рекомендовать красивый был чай что еще но я раз мы говорим о немецкие давайте продолжим значит закончился у меня вот этот вот чай здесь у меня было полкило сейчас я покажу где-то здесь было написано полкило так значит найдем вместе а вот господи сверху написано полкило и так это фирма те канны чай называется от пост фризен голд астфризский золотой классический черный чай на классический черный чай 500 грамм этот чай хороший хороший ароматный вот чего не было кстати никакого приличного аромата я не могу вспомнить вот в этом чай хилтоп ароматный красивый но мне в нем не хватало крепости и вот здесь вот написано что он с сортом а сам и с другими сортами чая вот не хватало мне в нем именно крепости я черный чай люблю крепкий знаете чтобы он заваривался таким темным крепким густым чаем вот этого чая на мою обычную заварку нужно было класть чуть больше что получилось так как я люблю не хватало мне в нем именно крепости но и в принципе можно достичь чуть большим количеством заварочки вот но что касается аромата то здесь все было в порядке вкус да очень приятный но все же опять таки чуть менее насыщенный чем мне нравится так что хорош хорош но не знаете хорошие но не замечательный вот так и так здесь у нас сертификат какой-то определенные и последний чай который хочу показать немецкий немецкий чай это вот бюндинг т это green pack green pack эштер остфризен т.д.р. шпицын классы шварцер т и так это остфризский здесь остфризский и здесь остфризский настоящий остфризский чай вот этот чай как раз таки вот среди всех вот этих вот немецких чаем занимает первое место и по насыщенности и по густоте и по аромату бархатистости по красоте звучания вот это тот самый чай хотя в принципе и у этого чая есть более любимый который мне нравится среди вот именно вот green pack of вот но среди представленных чаев именно этот я бы поставила на первое место потому что он самый интересный самый богатый глубокий крепкий ароматный настоящий черный чай очень хороший очень хороший чай написано что бюнтинг т это фирма которая существует с 1806 года этот чая не продается по всей германии этот чай остфризский продается только в северной германии да то есть там где находится вот это вот фризы и остфризе очень хороший очень качественный замечательный черный чай очень хороший и я бы еще показала пару пачек чая который я использовала на работе значит вот эти вот такие чеки настоящий чай вот этот вот не пакетированный я использую дом а на работе я всегда пью пакетированный чай и вот то что я все-таки это притащил домой с работы не лень было это делать это greenfield greenfield spring melody черный чай коллекция вот это чай мне искренне нравится и вообще достаточно вкусный он что здесь написано чай черный бар байховый с ароматом фруктов и душистых трав вот мне кажется что там есть чабрец есть вот написано лист черной смородины мята чабрец я там ощущаю чабрец который искренне люблю в черном чае и вот этот чай мне очень нравится вот маме моей он тоже понравился и и я даже пару пачек ей это учая при привозила тогда когда ездила к ней хороший чай вот среди пакетированных чаев greenfield в принципе достаточно неплохой я считаю а у greenfield а мне очень нравится вот этот вот spring melody с чабрецом потому что я тут чувствую чабрец и в принципе если мы будем говорить про чабрец мне еще понравился вот такой вот чай титон титон time black tea коллекция да это вот посмотрите чай средней крепости здесь видно что из листочков пяти здесь закрашены три час средняя крепкость и 15 пакетиков все достаточно интересные он они в пакетиках находится в таких вот продолговатых долговатых пакетиках посмотрите они фольгированы и где-то три четверти из них в дырочку здесь вот в принципе изображено в дырочку и вот этот пакетик опускаешь в стакан с кипятком и он заваривается выпускает чая как раз распухает в влага дата проникает через вот эти самые дырочки чая вообще очень интересный мне подсказал девочка на работе это тоже черный чай с чабрецом как я люблю и тоже очень даже неплохой здесь очень натуральный чабрец чабрец здесь очень хороший очень натуральный ароматный чай честно говоря сам по себе не очень крепкий но вот это не 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 вели небольшая крепость чая и то есть я как я понимаю чай здесь не самого лучшего качества но здесь очень хороший чабрец вот эта добавка травяная она компенсирует вот это вот не 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 самую лучшую насыщенность чая и в общие сложности чай получается но достаточно неплохим достаточно неплохим продается он в перекрестке я его покупала в перекрестке так что весьма неплохой весьма интересный такой вот чай для работы я считаю очень даже подходит приятный не могу сказать какой из них лучше мне они нравятся оба вот именно как рабочие варианты как чайной работе ну что ж я собственно рассказала вам о том что хотела рассказать я желаю всем приятного чаепития хорошего дня всего наилучшего до свидания